Баптистская Церковь Спасения Христос воскрес! Эта новость не перестает быть новостью для нас, потому что она вдохновляет нас собираться вместе, быть в общении и поклоняться воскресшему Христу. Сегодня с нами гости из Сиатла, из другого побережья, и они будут участвовать вместе с нами в прославлении Господа, в проповеди, в стихотворениях. А мы будем молиться и просим, чтобы Господь благословил их присутствие и, может быть, настолько, чтобы кто-то не хотел уехать. Пусть Господь благословит вас. В 118-м псалме мы читаем следующие слова. «Уста мои произнесут хвалу, когда Ты научишь меня уставам Твоим. Язык мой возгласит слово Твое, ибо все заповеди Твои праведны. Аминь». Господи Божий наш, слава и благодарность приносим в это утро за Твою милость, за Твою любовь, которую Ты проявил к нам в прошедшей неделе и также сегодня с раннего утра. «Верим, Господи, что Твоя благодеющая рука будет над нами и дальше. Поэтому взываем к Тебе и просим благословения на весь народ, который собран в доме молитвы. Просим и молим Тебя, Господи, прими к престолу благодати молитвы народа Твоего, громкие и тихие. Те сокрушенные сердца, которые взывают к Тебе о прощении, Господи, услышь, прими и ответь милостью Твоею. Также пробуди те сердца, которым необходимо принять Тебя как личного Спасителя, поправить свое хождение перед Твоим величием и исповедать Тебя воскресшим Христом и вновь грядущим Спасителем. Господи, благослови наше предстояние перед Тобой и наше общение в доме молитвы. Взываем о тех, кто возлагает свою надежду упования, ожидая помощь от Тебя в исцелении или в других вопросах и переживаниях, которые они имеют. Просим, Господи, будь близок к народу Твоему и ответь на их нужды. Ответь по милости Твоей, не по нашим заслугам, ибо нет наших заслуг, нет тех дел, которыми мы могли оправдаться. Только именем Иисуса Христа мы оправданы и имеем право обращаться к Тебе. И в этот час просим, благослови нас присутствием Твоим в этом служении, и имя Твое да будет прославлено лучшей хвалой. Имя Бога Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Братья, сестры дорогие, Церковь Господа Христа, вас приветствуем, родные, песня льется в небеса. Рады видеть вас сегодня, всех, кто слушает сейчас. Съединила нас Господня, благодать и мир в сей час. Да, Господь такой всесильный, чудеса для нас творит. Миром, благостью обильный, Он через пение говорит. Далеко живем мы, братья, но близки мы к вам душой. С вами, сестры дорогие, мы живем одной семьей. Нет для Бога расстояния. Мы в Сиэтле, вы в Шерлот. Под Его святым покровом Церковь Божия живет. Иисус Христос, наш пастырь, Он направил нас сюда с вами совершить служение и прославить здесь Христа. Хоры, пения, молитвы здесь звучат Христу хвала. Пусть несется Богу слава, как сейчас, так и всегда. Аминь. Пусть несется Богу слава, как сейчас, так и всегда. Пусть расскажут они о Христе, и пускай зазвучит над землею голос Твой омасшедшей звезде. Возвлекуй Божья Церковь сказая, В этот радость лети и качество. Привни Богу во свой, дорогая, И сердец пусть польется хвала. Субтитры подогнал «Симон» Пойте, братья и сестры, скрайнее, Ваша песня сдается не зря, Верте скоро взойдет пламенея Над планетой лангца царя. Верте скоро взойдет пламенея Над планетой лангца царя. Субтитры подогнал «Симон» Мир вам, возлюбленные! Приветствую всех, кто нас смотрит онлайн, приветствую всех, кто нас слушает. Сегодня тема нашего служения, первая тема – это о церкви, о церкви Иисуса Христа. Первый раз в Евангелии встречается повесование церкви. Это звучат сами слова Иисуса Христа, мы с вами их прочитаем, они записаны в Евангелии от Матфея, когда Христос провозглашает, что будет церковь на земле, и что никакие силы ада не смогут ее одолеть. Евангелие от Матфея, читаем, 16 глава, с 13 стиха. «Пришел же с страны Кесарии Филипповой, и Иисус спрашивал учеников своих, «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Они сказали, «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, иные за Иеремию, или за одного из пророков». Он говорит им, «А вы за кого почитаете Меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал им в ответ, «Блажен ты, Симон, Сын Ионин, потому что не плот и кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах». До этого текста, дальше следующий проповедник, брат мой возлюбленный, будет читать другой текст, ниже еще эти тексты. Я хотел бы, друзья, чтобы в этом собрании мы особо поняли, особо пережили значение и понимание Церкви Иисуса Христа. В наше время, как никогда, враг пытается практически разрушить понимание о Церкви и сказать, «Ну зачем Церковь?» Зачем собираться? Зачем быть? Сейчас только технологии, онлайн, в группе собирайтесь где-то, посмотрите где-то, послушайте где-то. Зачем вам собираться вместе? Для чего это? И собрания, извините за это выражение, они мелеют. Церкви становятся меньше, церкви распадаются, церкви делятся, и церкви пропадают, как бы это ни было слышно и понятно. Но я хочу сегодня говорить об истинной Церкви. Об истинной Церкви. И истинная Церковь Иисуса Христа она никогда не развалится, потому что Бог верен в Своих словах. Истинная Церковь, она имеет под собой твердое, крепкое основание, потому что ничто не может разрешить того основания, которое Бог положил основания. И сегодня мы хотим рассуждать о семи великих фундаментах истинной Церкви. Семи великих фундаментов истинной Церкви. Почему фундаментов? Я думаю, все вы знаете и понимаете, что фундамент это основа всего. Фундамент это начало всего. Фундамент это отправная точка в любом строительстве, в любом строительстве, духовной жизни, семейной жизни, и если положен правильный фундамент, положено правильное основание, никогда строение не рухнет. Я бы как строитель мог вам сейчас рассказывать множество примеров и случаев, как люди пытались сэкономить на фундаменте и возвести более красивые стены поставить, более красивые отделочные работы сделать, но проходило малое время, и это строение лопалось, это строение разрушалось. Почему так важен фундамент? Почему так важен фундамент? И сегодня мы будем говорить о этих великих семи фундаментах в прочитанном отрывке. Итак, первое, от чего хотелось бы оттолкнуться, что мы понимаем в понимании церковь. Что я говорю и понимаю, когда я называю этот термин, это слово «церковь». Что для меня значит эта церковь? Мне всегда интересно очень смотреть значение слова, значение терминов в различных языках. Извините, если будет сегодня звучать, может быть, как греческий язык, украинский язык. Многие говорят, что ты тут кидаешься этими словами. Все-таки интересно посмотреть значение этих слов. И очень близкое, и очень, знаете, сердечное понимание для себя я нашел в понимании греческого языка. Извините. В греческом языке это слово «экклезия» звучит. И на наш русский язык оно интерпретируется общество, сообщество избранных людей, призванных от мира и от всего греховного. Может, такое немножко, знаете, богословское, научное определение. Я подумал, а как бы проще сказать. Вот если подошел бы ко мне ребенок, мне всегда нравится вот этот принцип детям объяснять, подросткам. Часто я на подростковых собраниях бываю. Вот сказать просто детям вот это определение. Ты знаешь, дорогой, что для тебя церковь? Что такое церковь в твоем понимании? Это люди, посвященные всей своей жизнью Иисусу Христу. Это люди, посвященные всей своей жизнью Иисусу Христу. И первый мой наводящий вопрос, первый практический вопрос я хотел бы нам с вами, друзья, задать. Нам с вами. И в первую очередь себе. Вхожу ли я в это сообщество людей? Вхожу ли я? Ведь очень часто мы в Священном Писании встречаем, что они были с нами. Помните продолжение этого текста? Но они не были нашими. Вы можете себе представить, вообразить эту картину? Люди приходят на богослужения. Люди принимают участие в каких-то служениях в церкви. Но Бог выносит определение и говорит, они были с нами, но они не были нашими. Удивительно это. Я хочу сегодня нам продолжить следующие вопросы задавать. Давайте посмотрим вот этих первых два великих фундамента, на которых зиждется церковь Иисуса Христа. Первое, что мы с вами читаем в 16 тексте. Христос задал ученикам вопрос. В тихой, спокойной беседе Он сказал вопрос. За кого почитают меня люди? За кого почитают люди меня? И следующий вопрос прозвучал. А вы за кого почитаете меня? Вы за кого? Люди вокруг говорят. Люди, каждый ищет во мне свое. Кому-то чудеса надо. Кому-то исцеление надо. Кому-то покушать, может, надо. Кому-то еще что-либо надо. Каждый ищет свою цель. Каждый ищет своего. Но я задаю вам вопрос. Вы со мной, с самого начала служения. Вы знаете меня. Вы кушаете со мной. Вы ходите постоянно со мной. За кого вы почитаете меня? Кто я для вас являюсь? Симон Петр отвечает. Это величайшее провозглашение. Это величайшее исповедание. Ты Христос, Сын Бога Живого. Итак, первое основание, первый фундамент. Один из великих семи фундаментов. Первый. Это исповедание Господа нашего Иисуса Христа Сыном Божиим. Исповедание Господа нашего Иисуса Христа, Сыном Божиим. Что значит исповедание, друзья? Извините, опять хочу задавать нам вопросы, потому что я хочу, чтобы мы понимали, о чем мы рассуждаем. Что такое исповедание? Часто мы представляем, да, это батюшка с бородой, к нему приходит бедный несчастный прихожанин и начинает ему изливать свою душу и говорить о том, какая у него плохая жизнь, сколько он много грешит, выходит за дом и продолжает то же самое. В библейском понимании исповедание имеет это значение, как открытие своей внутренности, как доставание из глубины своей, как что-то сокровенное, как что-то внутреннее. Но также и исповедание имеет другое значение. Это открытое провозглашение своей веры. Открытое провозглашение своей веры. Вы, может, слышали такие термины, как «тайный ученик», «я в душе только верю». «Зачем мне в церковь идти?» Мы, опять же, сопрягаемся с понятиями церкви. «Зачем мне в церковь идти?» «Я внутри», «я в душе», «я в тайне». Мой отец неверующий живет там, на Украине, в Одессе. Я часто, не часто, иногда с ним созваниваюсь. И он иногда видит, когда мы в галстуке приходим в собрание. Он говорит, вы такие красивые, нарядные, где вы были? И начинаются такие вопросы наводящие. Говорит, в церкви были? Что, говорит, помолились за грехи свои? Говорит, да, мы молимся, пап, но ты не молишься за грехи свои. А я, говорит, не грешник. Что я плохого сделал? Я не грешник. Зачем? Открытое исповедание Иисуса Христа. Друзья мои, я хочу прочитать несколько текстов из послания к евреям. Третья глава, первый стих. «Итак, братья святые, участники в звании небесном, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа». «Уразумейте посланника и первосвященника нашего Иисуса Христа нашего исповедания». Послание к евреям, я хочу прочитать еще один текст. Четвертая глава, четырнадцатый стих. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего». Твердо будем держаться исповедания нашего. Открытое исповедание веры, друзья, это признание Бога и Его власти в жизни своей. За неимением времени я просто буду конкретно обозначать эти моменты. Вы рассуждайте, думайте, друзья мои. Открытое исповедание Иисуса Христа – это признание Бога и Его власти. Это провозглашение своей преданности, верности Ему. Посмотрите, множество мужей Божьих, несмотря ни на какие опасности, они исповедовали Бога в своей жизни, как ветхозаветные, так и новозаветные герои. Но сегодня для нас, современных христиан, живущих здесь в Америке, в этой благополучной, прекрасной стране, я хочу задать практический вопрос. Практический. Ведь мы с вами слушаем Слово Божие для того, чтобы выйти на прекрасные эти парковки, сесть в свои хорошие и удобные машины и идти в жизнь, как христиане, исповедуя Иисуса Христа. Что значит «практически» я должен делать, поступать? Итак, первое, что мы можем определить – это мой личный образ жизни. Мой личный образ жизни, открытое исповедание Христа проявляется в моем личном образе жизни. Это принципы белой вороны, друзья. Как ни странно, но это принцип белой вороны. Исповедание Иисуса Христа – это быть отделенным от мира. Это провозглашать Его принципы, заповеди, постановления, уставы Божии. Это быть действительно белой вороны. Это быть отделенным от мира. Это быть отдельным человеком. Это чтобы люди, видя тебя, понимая меня, сказали – это действительно Божий человек. Как когда-то сказали бы Илье. Второй момент, очень важный. Устами своими. Апостол Павел говорит, что мы своими устами должны ко спасению исповедовать Иисуса Христа в послании к римлянам. Устами своими. Друзья мои, уста наши. Что наши уста говорят о Боге? Что наши уста произносят в жизни о Боге? Ведь мы в Америке живем и имеем такое представление. Все верующие же здесь, друзья, не так ли? Туда посмотришь церковь, туда посмотришь церковь. Там дом молитвы, там дом молитвы. Все верующие. Но посмотрев поглубже туда, в основание, о котором мы сегодня говорим, туда, в сокровенные места, мы начинаем многое понимать и говорить о том, что далеко не все верующие. Далеко не все верующие. И сегодня, как никогда, люди нуждаются в нашем личном исповедании, исповедании устами, исповеданием жизни нашей Иисуса Христа. Итак, первое, о чем мы с вами рассуждали, исповедание Иисуса Христа, это первый основополагающий, великий фундамент церковь Божией. Что сегодня я делаю? Какая моя жизнь сегодня перед Богом? Как я сегодня поступаю? Как я являюсь сегодня членом церкви? Какой я член церкви? Я хочу себе задать вопрос. Может, я вечно недовольный? Может, мне вечно все не так? Может, служители не такие? Может, хор не так поет? Может, еще что-либо не так? Кто я? Что я в церкви делаю? Или вообще являюсь ли я членом этой церкви? Когда-то видели великого проповедника Вильгельма Буша в Германии. И когда они посмотрят на него, любой человек, когда он ходил проповедом по улицам, говорили, это странник Буш. Он не то, что странник, говорили, как путешественник, не имеющий жилья. Он странник в пониманиях. И странство его, как люди говорили, заключалось в том, где бы он ни находился, что бы он ни делал, он всегда говорил об Иисусе Христе. Второй великий фундамент, о котором мы сегодня с вами прочитали, в следующем стихе, это великое откровение Божие. Люди признают важность и авторитет Священного Писания. Христиане признают важность и авторитет Священного Писания. Великое откровение. Мы читаем с вами, друзья, в этом же послании, в этом же Евангелии. И Христос говорит, «Блажен ты, Симон Ионин, потому что не плоть и кровь тебе открыли, а Отец мой сущий на небесах». Отец мой открывает. Откровение Божие. Слово Божие. Это второй величайший фундамент. Возрожденный христианин, человек, который познал Господа, который живет в плотном общении с Ним, он понимает всю ценность и важность Священного Писания в жизни своей. Я не буду сейчас говорить, друзья, поднимите руку. Я просто хочу задать эти вопросы для нашего самоконтроля. Кто за эту неделю прожил, прочитая Священное Писание хотя бы один раз в день, постоянно читая его? Кто за месяц прочитал? Кто за вот этот период от Нового года каждый день читал? У нас постоянно находятся какие-то excuses, какие-то оправдания. То я устал, то я проспал, то у меня силы нету, то еще какое-то. У нас находится постоянно оправдание, чтобы сказать о том, почему я не пребываю в Слове Божьем. Но если побольше, подальше порассуждать об основании Слова Божьего в моей жизни, ведь это действительно фундамент, на котором зиждется вся моя жизнь. И возрожденный человек понимает, чем является Священное Писание. Я выписал для себя некоторые моменты, очень важные, которые для себя я определил. Оно является для меня источником возрождения. Через Слово Божие мы возрождаемся. В Послании Петра в Первом читаем мы, как возрожденный от нетленного семени. Как от нетленного семени, апостол Петр говорит. Дальше мы Священное Писание видим, как светильник, сияющий в темном месте. Тот же самый апостол Петр говорит, и вы правильно делаете, что обращаетесь к нему. Потому что мы с вами во тьме живем, среди тьмы живем, и как никогда необходим этот светильник. Несколько дней назад там у себя, мы ходили, смотрели новое здание, осматривались братьями. И в этом здании была проблема с электричеством. Я немножко опоздал на встречу. Захожу в это помещение, бывший таргет-магазин. Вот эти сотни скверфутов и темнота. Думаю, как же мне найти братьев? Темнотень сплошная. Я вижу за углом фонарики. Фонарики, братья, светят, фонариками ходят. И готовя эту проповедь, я думаю, действительно, какая прекрасная иллюстрация. Зайди в это помещение, какое бы ты острое зрение не имел, какой бы ты хороший человек бы не был, какие бы принципы внутри себя бы ты не сокрывал, какую бы благотворительность ты не делал, если у тебя нету Слова, которое светит тебе в темном месте, открывает этот ясный путь, ты всегда будешь иметь проблемы, дорогой мой. Ты всегда будешь иметь проблемы. Это Слово, сияющее в темном месте. Слово Божие является средством защиты от дьявола. Послание Кефесина мы читаем. И можно было бы продолжать и продолжать этот список. Что для меня и для вас, друзья мои, является Слово Божие в жизни. Но особое благословение, особый елей на душу приходит, когда мы обращаемся к 118-му Псалму. Сколько Давид там прекрасных текстов пишет о Слове Божьем. Что он сделал со Словом Божьим? Он сокрыл его в сердце своем. И многие вещи такие. Братья и сестры, я сегодня хочу немножко показать противопоставление. Что имеет христианин, который пребывает в Слове, а что не имеет христианин, который не пребывает в Слове. Преимущество знания Слова Божия. Очень кратко и очень быстро. Первое. Знание Священного Писания удерживает человека от греха. Знание Священного Писания, но удерживает человека от греха. Давид говорит в 118-м Псалме, «В сердце своем сокрыл я Слово Твое, чтобы мне не грешить перед Тобой». Грех сегодня размножается, как проказа, как рак по телу человека и уничтожает всех, не включая и христиан, и нехристиан. И мы с вами видим, какие законы принимаются безбожные. Что люди раньше называли ужасом, сегодня говорят, «Итс окей». Почему? Потому что люди, которые принимают эти законы, они не знают Божьих правил, они не знают Божьих заповедей. Кто, как не мы, должны проявить вот этот фундамент, показать вот это основание жизни нашей, Слово Божие? Второе. Знание Священного Писания способствует моему духовному росту. Почему многие из нас, извините, духовно неправильно развиваются? Какие-то завихрения, какие-то непонимания, какие-то отклонения, какие-то заблуждения. Почему это происходит, друзья мои? Потому что мы неправильно питаемся с вами. Посмотрите вокруг себя, сколько много разных людей. Посмотрите, сколько сегодня продуктов, которые питаются эти разные люди. И что с этими людьми происходит? Сегодня в нашей стране борются и борются с раком, борются и борются с болеваниями, с заболеваниями различными, но почему-то с каждым годом их появляется все больше и больше. И болезней не становится меньше. Миллиарды тратятся на это здравоохранение. Неправильно люди питаются, неправильно люди кушают. Начни правильно питаться сегодня, друг мой. Начни правильно питаться. Тот же самый апостол Петр говорит, «Возлюбите чистое словесное молоко». В греческом переводе это слово звучит как «возжажьте». То есть как мы хотим воду когда-то пить, когда нам без воды невозможно дальше жить. Возжажьте это слово, чтобы от него расти, чтобы им питаться, чтобы не питаться суррогатами мирскими какими-то. Третье, последнее знание Священного Писания помогает достичь успеха в жизни. Достичь успеха в жизни. Недавно беседовал с одним парнем и затронули тему бизнеса, там всяких делов. Я говорю, слава Богу, Господь благословляет. Он рассмеялся и говорит, Вовчик, ты при чем тут бизнес до Бога? Чего ты его суешь сюда? Я говорю, как это, что суешь? Я говорю, моя жизнь и бизнес, и вся семья, дела мои, все это Бог. Вова, церковь это церковь, семья это семья, Бог это Бог, бизнес это бизнес. Удивительно, да, происходит понимание? Друзья мои, почему может в наших житейских проблемах не строится на работе, не строится в наших делах, в бизнесах, которых мы называем? Почему? Потому что там Бога нет. Когда Иисус Навин принимал служение от Моисея, Господь ему сказал, да не отходится я книга закона, от уст твоих, поучайся ни день, ни ночь, дабы в точности исполнять все, что мне написано. И потом стоит такой противопоставляющий союз в русском языке. И тогда, помните предложение, друзья мои? Ты будешь поступать благоразумно, помните, да? И тогда ты будешь только поступать благоразумно. Слово Божие является основанием моей жизни. Итак, я говорю, друзья, аминь. Подвожу итог. Сегодня мы с вами начали рассуждать и будем продолжать рассуждать о Церкви Божьей. Церковь Иисуса Христа стоит, и она незыблема, потому что она имеет вернейшие, величайшие фундаменты под собою. Первое, о чем мы говорили, это исповедание Иисуса Христа Сыном Божиим является первым основанием. И второй фундамент мы говорим о том, что это Слово Божие, это Божие откровение в нашей жизни. Аминь. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 АМЕННОМ ЯЗЫКЕ ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ 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 ЯЗЫКЕ На узкой тропинке, ты на узкой тропинке, не сворачивай в сторону, в липкую грязь, ты должна быть святой, ты должна быть святой, кто-то пусть оскверняется, только не ты. Это многого стоит, это многого стоит, но не больше того, что Иисус заплатил. Никому неизвестно, никому неизвестно, в день какой Иисуса ты будешь встречать. Приготовься, невеста, приготовься, невеста, все нечистое прочь. Свой наряд очищай, будь отважной и смелой, будь отважной и смелой. Ты, невеста Иисуса, беги от греха, во слепительно белом, во слепительно белом, да увидит весь мир, как ты ждешь жениха. Он грядет твой желанный, он придет твой желанный, ты воскликнешь, о Боже, час встречи настал, ты обгонишь всех званных, ты обгонишь всех званных. И с горящим светильником встретишь Христа. Истекают все сроки, и пусть светится твой белоснежный наряд, без пятна и порока. О, не слишком ли строго? Нет, страницы библейские так говорят, без пятна и порока. Аминь. Небеда моя, миру красота, сокрыта в ней для многих незаметно. Чиста душой бески красна, 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 о, кто же это, кто же это, кто же это? Небеда моя, прекрасна, как луна, светла, как солнце и ясна. Но для врагов грозна, это цель как Господа Христа, Христа, это цель как Господа Христа. Хотя она от солнца и смогла, лицо ее сияет дивным светом. Остаться верной, любящей смогла, о, кто же это, кто же это? Песня. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Но нас с тобой на всей земле не будет За ясным светом утренней звезды Уйдем навстречу радостного зова Без шума, грома, молнии, суеты Оставим землю и начнем жить снова Дождем заплачу тихо небеса И грустная трелью соловей зальется Ведь от земли ушла ее краса Что Господа невестою зовется Она ушла в невидимый полет Она ушла в сиянье славы Бога Прислушайтесь, эфир передает Слова прекраснейшего диалога Любимая, лицо свое открой Сиянью чистый глаз дай удивиться Путь позади, мы навсегда с тобой Мы подойдем к Отцу, чтоб поклониться Любимая, когда родилась ты Был мой триумф и ада, катастрофа Но нам никто не преподнес цветы И колыбель твоя моя голгофа Любимый мой, мы путь прошли Вдвоем, озведав чашу скорби и печали Я видела всегда лицо твое Когда меня в театрах львы терзали Любимый мой, я победила смерть Моей любви не затушили реки Я долго шла и наконец я здесь Стою в венце, чтоб быть твоей навеки Пришел наш час, где жизни нет конца Свершилось то, к чему стремилось время Поет природа пред лицом творца И славит Бога Возрожденных племя И руки он протягивает к ней Сияя счастье Долгожданной встречи Настань Господь Господь грядет Услышат глаз И зов услышат все народы И станет вновь спаситель зримый И воссияет над землей Лик человеческого сына Солнце Солнце подобный Неземной Все обитатели планеты Увидят чудо в небесах И всех, кто чтит Христа заветы Восхитит он на облаках Солнце 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 Слышится Святость И славой Осзаренной За невестой Церковью Сбежит Как прекрасно Черное Венчание У престола Господа Отца Где Небесный Фор В лькованье Счастье И Блаженство без конца! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы живем на земле среди зла и скорбей, Где приносят нам боль даже руки друзей. Но обид нет, а я, нужно все принимать, И участь у Христа, все с любовью прощать. А небо все слышит, небо все знает, Каждый твой шаг на земле отмечает. Радость и боль, причиненную нами, Небо вернет нам возмездия путями. Радость и боль, причиненную нами, Небо вернет нам возмездия путями. Будет время, поймем, почему добрый Бог Допустил испытать в жизни столько тревог. А пока твердо верь, все во благо тебе, И без страха шагай по дороге судьбе. А небо все слышит, небо все знает, Каждый твой шаг на земле отмечает. Радость и боль, причиненную нами, Небо вернет нам возмездия путями. Радость и боль, причиненную нами, Небо вернет нам возмездия путями. Чтобы радость найти, Нужно радость дарить, Чтоб добро получить, Нужно добрыми быть. Не смотри на людей, А учись у Христа, И пусть радость несет Всем твоя доброта. А небо все слышит, Небо все знает, Каждый твой шаг на земле отмечает. Радость и боль, причиненную нами, Небо вернет нам возмездия путями. Радость и боль, причиненную нами, Небо вернет нам возмездия путями. Перед рассветом звучит тьма, Трудное время стоять на пасту, Перед рассветом, мой брат, тяжело, Хоть на минуту склонить мы в лаву, Перед рассветом нельзя задремать, Перед рассветом нельзя задремать, Бравчуя гибель в атаку идёт, Всем на посту надо бодро стоять, День долгожданный ускоро придёт, Всем на посту надо бодро стоять, День долгожданный, день долгожданный, День долгожданный ускоро придёт. В земках Христа приближается день, День долгожданный ускоро придёт, Снега белее, одежды одень, Времени мало, послушай, народ, Снега белее, одежды одень, Времени мало, времени мало, Времени мало, послушай, народ, День долгожданный ускоро придёт, Перед рассветом сгущается тьма, День долгожданный ускоро придёт, Но ненадолго заря устает, К нему поднимем с надеждой глаза, Наши судьбы подойдёт, К нему поднимем с надеждой глаза, Наши судьбы подойдёт, День долгожданный ускоро придёт, Наши судьбы подойдёт, Он глядёт, Послушай, народ, скоро, Скоро придёт наш Спаситель, Уже не спасать, А за Церковью в славе святой, Невесту свою поведёт В чудный край искупитель, Чертог приготовил для верных Отец Всеблагой, Придёт он, как тать, Не замедлит, Время настанет, Блажен, кто одежды Сумел сохранить в чистоте, И ныне звучит его голос, И нас вопрошает, Готов ли ты встретить Иисуса Христа на земле? Тогда успокоится дух От труда и лишения, Дела наши следом за нами Незримо пойдут, Великий план Божий, Спаситель, И наше спасение По милости Господа В город святой приведут. О, черь Сиона, Внимли глазу Божьего Сына, Последнее время Главу восклони в небеса, Ты слышишь последние звуки призыва, Совсем уж немного, Нас ждут впереди чудеса. Он даст побеждающим Сесть на великом престоле, Как сам победив, Рядом сел на престоле Отца. О, церковь, невеста, Внимли его благостной воле, Чтоб там унаследовать славу, Величье Христа. Аминь. Божий народ нас наежний И светильник свой зажний, Взор подними нас, Проживайся, Бодрыми, Бог, снабередись! Ближе, ближе с важным днем К славному часу мы идем, В строгне неразумный мир Бодрые войдут на мир. Вот он грядет, он грядет, он грядет, он грядет, Вот же мы грядем. Аллилуйя! 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 Аминь! И чудес всегда небесный с ним идем. Аллилуйя! Он грядет, 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 Теперь настал. Мрак исчез, свет в осием, Вся любовь Христа вполне Лишь теперь открылась мне. О, Господь, спаситель мой, Насаждаюсь я тобой, Ты, как солнце вечное, Греешь милостью своей. Счастье, радость без конца, Мир царит и полнота, Огнец Божий, царь блага, Ты, источник славы твой, Ты, источник вечной жизни твой. Слышен гимн святым певцам, Свят, 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 Бог самолон, Не преслана все уста, Славят Господа Творцам. Вели Господа на небесах И директор своих делах, Божий народ восстанешь ты, Божий народ восстанешь ты, И светильник свой зажги, Взор подними на страже ввысь, Бодрым путь наберегись. Ближе, ближе, с каждым днем В славном часу мы идем, Сдрогнет неразумный мир, Бодрые войду напит. Вот он грядет, он грядет, он грядет, Он грядет, Божий не грядет, Аллилуйя! 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 Единая церковь Иисуса Христа. Где бы мы ни находились? На западном побережье, там, где мы живем, Это хор Глория, Церкви нашей, Церкви Спасения, Или здесь, на восточном побережье, Где вы находитесь. Мы единая церковь Господа нашего Иисуса Христа. Он глава тела церкви, А мы члены церкви. И поэтому, когда мы собираемся вместе, Где бы мы ни жили, Где бы мы ни находились, Мы, сознавая это единство, Поклоняемся Господу. Мы радуемся тому, что мы вместе. Мы можем вместе славить Господа. И если вы были внимательны, Сегодня это тема нашего служения. Церковь Иисуса Христа. Тема нашего служения. Господь сказал, Я создам церковь мою. И вот сегодня во всей нашей программе Мы желаем говорить об этом. Мы желаем прославлять Господа. Мы желаем проповедовать Слово Божие, Как Господь говорит о церкви Господа нашего. Многие люди сегодня задают вопрос, Как найти правильную церковь? Где эти критерии, Где эти стандарты правильной церкви? Кто-то говорит, Ну это просто, как найти церковь. Посмотри вокруг, увидишь шпиль, Вот там и церковь. Или может быть вывеска, Которая вдоль дороги говорит о том, Что это церковь. Или телефонный справочник открой. Или в интернете посмотри. И можно найти церковь. Но не всякая церковь является церковью, Даже если она называется церковью. И правильный ответ о том, Что является истинной церковью, Мы можем найти только в Слове Божьем. Только в Священном Писании. И мы уже сегодня слышали, Я хочу продолжить эту тему, Которую говорил брат. Первое Евангелие, Это Евангелие Матфея. И в этом первом Евангелии, Первый раз встречается это слово, Церковь. И об этом говорит Иисус Христос. Там Евангелие Матфея в 16 главе. И вот в этом тексте, Который мы читаем, Мы видим, Что Иисус Христос дает нам необходимые компоненты, Или необходимые основания, Или необходимые фундаменты, На которых должна строиться церковь, На которых зиждется церковь. Я предлагаю, Чтобы мы открыли еще раз текст, 16 главы Евангелия Матфея. Я прочитаю с 13 стиха, И до конца этой главы. И потом мы будем рассуждать об этом тексте. И вот в этом тексте с 13 стиха до окончания этой главы Мы увидим эти семь оснований, На которых строится церковь. Итак, Евангелие Матфея, 16 глава. Я читаю с 13 стиха и до конца главы. Придя же в страны Кесарии и Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого? Они сказали, Одни за Яна Крестителя, Другие за Илью, А иные за Иеремию, Или одного из пророков. Он говорит им, А вы за кого почитаете Меня? Симон же Петр, отвечая, сказал, Ты Христос, Сын Бога Живого. Тогда Иисус сказал ему в ответ, Блажен ты, Симон, сын Ионин, Потому что не плоть и кровь открыли тебе это, Но Отец Мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты, Петр, И на всем камне я создам церковь мою, И врата ада не одолеют ее, И дам тебе ключи Царства Небесного, И что свяжешься на земле, То будет связано на небесах, И что разрешишь на земле, То будет разрешено на небесах. Тогда Иисус запретил ученикам Своим, Чтобы никому не сказывали, Что Он есть Иисус Христос. С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, Что Ему должно идти в Иерусалим, И много пострадать от старейшин, И первосвященников, и книжников, И быть убитым, и в третий день воскреснуть. И отозвав его, Петр начал прикословить Ему, Будь милости в себе, Господи, Да не будет этого с Тобою. Он же, обратившись, сказал Петру, Отойди от меня, сатана, Ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, Что Божия, но что человеческая. Тогда Иисус сказал ученикам Своим, Если кто хочет идти за Мною, Отвергни себя, И возьми крест свой, И следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, Тот потеряет ее, А кто потеряет душу свою ради меня, Тот обретет ее. Какая польза человеку, Если он приобретет весь мир, А душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий Во славе Отца Своего, С ангелами Своими, И тогда воздаст каждому по делам его. Истинно говорю вам, Есть некоторые стоящие здесь, Которые не вкусят смерти, Как уже увидят Сына Человеческого, Грядущего в Царстве Своем. Весь этот текст, который мы прочитали, Содержит вот эти семь оснований Истинной Церкви. В настоящее время Саудовской Аравии Возводится самое высокое здание в мире. Там, в Саудовской Аравии, В городе Дубае, Уже есть самое высокое здание. Восемьсот двадцать восемь метров. И в настоящее время Возводится еще одно здание, Которое будет еще выше, Которое станет в высоту Более одного километра. И когда я читал вот об этом строительстве, Фундамент, который закладывается там, Более ста метров в глубину. Огромное количество бетона Вливается туда, Чтобы прикодовить этот фундамент, Чтобы потом на нем Здесь ждалось это здание Более тысячи метров в высоту. И когда мы думаем вот о фундаменте, О самом высоком здании в мире, Которое будет когда-то в этом году, Возможно, построено, Мы говорим, да, это там, В Саудовской Аравии. Но это в физическом смысле. А когда мы говорим о духовном значении, Самое высокое здание, Которое строится, Это церковь Господа нашего Иисуса Христа. И мы еще до конца даже не понимаем Наше высокое положение, Как членов церкви Иисуса Христа. По сути, самое высокое положение, Которое человек может занимать во Вселенной, За всю историю человечества, Это быть членом церкви Иисуса Христа. И вот в этом тексте мы видим, Иисус Христос говорит о церкви. Не то, что люди говорят. Люди сегодня по-разному говорят. Библейская церковь, миссионерская церковь, Еще какие-то направления. Самый главный смысл, Это слово церковь. Это то, как Христос определил. Это то, что Христос говорит, Что является истинною церковью. Церковь должна быть церковью. И это самое главное. Это самое значимое. И мы с вами прочитали этот текст. И в этом тексте Христос говорит о церкви. И, как я сказал, это первый раз Христос употребляет это слово, Как мы слышали сегодня, что оно означает. И Христос не только употребил это слово, Но я нахожу во всем этом отрывке, Христос говорит, что значит, Что церковь является церковью. И мы с вами сегодня уже слышали вот эти два момента. Давайте посмотрим, вспомним еще раз. Первое указание – это великое исповедание. И мы находим об этом сказано, вот здесь в 13 стихе, И с 13 и дальше, Что Христос сказал, что «Я создам церковь мою». И Христос спрашивает учеников, «За кого вы почитаете меня?» И Петр отвечает, «Ты Христос, сын Бога живого». Что значит это великое исповедание? Великое исповедание означает, Что в церкви, в истинной церкви, Люди, члены церкви, Они исповедуют Иисуса Христа, Сыном Бога живого. Знаете, мы прочитали здесь эти слова. Христос сказал, когда Он пришел в Кесарию Филиппову. А город Кесарий – это был особый город. Почему он назывался Кесария? Потому что он был назван так в честь Кесаря. И там в городе Кесарий, там был храм Кесаря. И там люди поклонялись в этом храме Кесарю. Кроме того, там был храм идолского Бога Пана. И язычники поклонялись этому языческому Богу. Но вот именно здесь, в этом городе Кесарий, Где были эти идолопоклонства, Ложное поклонение, Христос пришел сюда с учениками. И вот здесь Он открывает, Что значит истинное поклонение? Что значит истинное исповедание? Это поклоняться и исповедовать Иисуса Христа. «Господь Иисус Христос – Сын Бога Живого». В той церкви, где люди имеют это исповедание, Имеют истинное правильное понимание, Кто есть Иисус Христос. Это фундамент, это основание. И мы видим, Христос об этом говорит. Вы помните в Евангелии Иоанна, В конце Евангелия, в 20 главе, Иоанн, рассказав все свое Евангелие, Он подводит итог. И Он там говорит, для чего Он вообще написал Евангелие? 20 глава Иоанна, 31 стих, Он говорит, «Сие же написано, Дабы вы уверовали, что Иисус есть Сын Божий, И, веруя в Него, имели жизнь вечную». Это исповедание. Церковь – это люди, которые имеют общее исповедание, Общее вероучение. Они имеют общее понимание, Кто есть Иисус Христос. Это исповедание, взятое из Слова Божия, И оно стало нашим сердцем, Оно стало нашим внутренним содержанием. Если в церкви люди не имеют исповедания, Значит, вы еще не стали частью церкви. Это важная составляющая. Помните, апостол Павел в 1 Тимофея, 3 глава, 15 стихе, Он говорит о церкви Бога Живого. А дальше в 16 стихе идет исповедание. Он говорит, «Великое благочестие тайна». Бог пришел во плоти, Показал Себе ангелом, Проповедан в народе. Это исповедание Иисуса Христа. Церковь Бога Живого, Она зиждется на этом истинном понимании, Кто есть Иисус Христос. Все ложные церкви, Если они так даже называются, Все ложные направления, Они не имеют истинного понимания Бога. Они имеют искаженное представление О том, кто есть Иисус Христос. Но мы начинаем вот с этого. Истинное исповедание. Кто есть Христос? Пришедший во плоти, Рожденный безгрешным, Умерший за грешников, Воскресший, Вознесшийся И грядущий опять. Тот, кто является главой тела церкви. Это истинное исповедание Христа. И поэтому вот это был первый момент. Второе, о чем мы также слышали В первой проповеди, Это второе основание. Это великое откровение. И мы смотрели в этом тексте, Христос говорит Петру, Который дал это исповедание, Он говорит, Блажен ты, Симон Ионин, Потому что не плоть и кровь Открыли тебе это, Но Отец, Сущий на небесах. Как мы приходим к этому исповеданию? Как в церкви может быть Это общее истинное понимание Иисуса Христа. Этот текст говорит, Посмотрите, Отец небесный открывает это. Необходимо откровение. Мы не просто сами своим познанием, Своим разумом, Своими способностями, Своей философией какой-то. Мы приходим к этому. Необходимо откровение. Бог открывает. И когда у нас есть это откровение, На этом откровении Зиждется церковь. И мы понимаем, Что это откровение, Это Божье слово. И вот это великое исповедание, Когда люди в церкви Признают важность И авторитет Священного писания. Священное писание Воспринимается, Как Божье откровение. Мы строим церковь Не просто потому, Что мы такие умные, Потому что мы знаем, Как это делать. Мы делаем это лучше, Чем другие. Истинная церковь Строится на фундаменте Слова Божьего. Там, где Слово Божье Проповедуется. Там, где оно изъясняется. Там, где оно применяется В служении, в жизни. Это истинный авторитет. Мы читаем с вами Послание римлянам, 10 глава, 8 стих. Павел говорит, Близко к тебе Слово, Которое проповедуется. Это Слово должно быть близко нам. Оно должно быть в основании. И посмотрите, Здесь Иисус Христос Обращается к Петру И говорит, Ты Петр. И на всем камне Я создам церковь мою. И мы понимаем, Что это основание, Это не сам Петр. По сути, Здесь греческие слова разные. И Иисус Христос говорит, Ты Петр, Ты маленький камень. Но на основании скалы Я поставлю церковь. Это основание, Вот это исповедание, Которое произнес апостол Петр. Мы читаем с вами, Сказано, Что нет другого основания, Кроме положенного. Это основание Господь наш Иисус Христос. И через Слово Божие Господь открывается нам. И поэтому Слово Божие Это важный, Необходимый элемент созидания церкви. И на этом основании строится церковь. Мы с вами прочитали, Посмотрите, Здесь сказано, Христос говорит, Я создам церковь мою. И врата ада не одолеют ее. Врата ада в то время Это был образ смерти. И поэтому Писание, Христос говорит, Даже если смерть придет, Это не будет победою над церквью. И мы знаем, За историю церкви было много моментов, Когда христиане умирали. Они страдали. Они мученическую смерть принимали. Но они оставались верными Слову Божьему. Это было их основание. Они не отказывались Это исповедание Иисуса Христа. И посмотрите дальше, В девятнадцатом стихе, Господь говорит, И дам тебе ключи Царства Небесного. Каким образом В церкви есть эти ключи Царства Небесного? Каким образом Мы можем пользоваться Вот этими ключами, Чтобы что-то связывать Или что-то разрешать? Это только на основании Слова Божьего. Это не потому, Что у нас есть какой-то Папский авторитет Или священнический авторитет. Только когда у нас есть Слово Божие. Вот здесь мы имеем Этот ключ. Вот здесь мы имеем Это основание Проповедуя Истинное Слово Божие. Мы говорим О Царстве Небесном. Мы говорим о том, Как войти в Царствие Небесное. Мы говорим о том, Что является препятствием Входа в Царствие Небесного. Только тогда, Когда у нас есть Это Слово Божие. И мы можем сказать, Что сегодня Церкви вокруг Постепенно Отходят От этих двух оснований. Они отходят От истинного понимания, Кто есть Христос. Они отходят От истинного отношения К Слову Божьему. И как только Происходит Вот это движение, Церковь Перестает быть Церковью. И поэтому Для нас сегодня Очень важно Понимать это. Но давайте Пойдем дальше. Мы посмотрим В этом тексте Третье основание, О котором говорит Иисус Христос. И третье основание, Которое мы находим Здесь Это великий Контраст. Давайте посмотрим На 20 стих. И в 20 стихе Сказано Тогда Иисус Запретил Ученикам Своим, Чтобы никому Не сказывали, Что Он Есть Иисус Христос. Когда я читал Вот этот текст, Мне показалось Это довольно Странным. Довольно Странным, Что Христос Запрещает Говорить о себе, Что Он Есть Иисус Христос. Но Христос Сделал это Не просто Случайно. Сознательно Открывая Истину От церкви Христос Показал Контраст, Который Существует Между людьми, Которые в церкви И между людьми, Которые в этом мире. Поэтому Вот этот Великий Контраст В том, Что люди В церкви Они отличаются От тех Людей, Которые Находятся В этом мире. Почему Христос Запретил? Разве Не должен был Христос Наоборот Сказал Теперь идите Рассказывайте Всем Расскажите О том, Что Я Есть Иисус Христос. Разве Христос Не должен был Прямо Здесь Дать Это Великое Поручение Которое Несколько Позже Он Сказал Идите Проповедуйте Говорите Обо Мне Кто Я Есть Но Христос Запретил Своим Ученикам Есть Причина Для Этого Когда мы Читаем Евангелие Мы находим Указание Что Христос Накормил Толпу Больше Пяти Тысяч Написано Было Там Тех Людей И Когда Люди Увидели Что Это За Человек Они Захотели Сделать Его Царем Но Христос Написано Ушел От Этого Он Не Пожелал Чтобы Вот В таком Понимании Люди Сделали Его Царем Потому Что Это Была Их Идея Мессии Так Люди Понимали Что Однажды Придет Мессия Который Освободит Их От Римского Который Освободит Их Страну Который Станет Завоевателем Военным И Когда Они Сделать Его Царем И Вот В Этой Ситуации Мы Видим Что Христос Запрещает Своим Ученикам Говорить Людям О том Что Он Христос Еще Не Пришло Время И Люди Не В Правильном Понимании О том Кто Есть Христос Вы Помните Когда Иисус Христос Предстал Перед Пилатом Мы Читаем Об этом 18 Главе Евангелия Иоанна Идет Беседа Христа С Пилатом О том Что Есть Царство И Христос Говорит В 36 Стихе Царство Мое Не От Мира Сего Эти Слова Показывают Великий Контраст Между Церковью И Этим Миром Между Людьми Которые В церкви Находятся И Людьми Которые В этом Мире Находятся Люди В церкви Знают Истину И На основании Этого Знания На основании Откровения На основании Слова Божьего Они Очень Сильно Отличаются От тех Людей Которые Находятся Вне Церкви Царство Иисуса Христа Оно Не Принадлежит Этому Миру Служители Церкви Они Не Могут Быть Служителями Политики Они Не Должны Участвовать В делах Этого Мира Потому Что Это Церковь Божия И Писание Царство Божие Это Праведность И мир И радость Во Святом Духе Христос Говорит Никому Не Говорите Что Я Христос Потому Что Они Хотят Сделать Меня Земным Царем А Я Не Тот Кем Они Желают Воспринимать Меня Когда Мы Думаем О том Как Применить Вот Этот Принцип В нашей Жизни Мы Должны Понимать Что Задача Церкви Это Не Улучшать Культуру Людей Это Не Улучшать Каким То Образом Этот Мир В Который Мы Живем Мы Не Стремимся Чтобы Церковь Была Государственной Мы Верим Что Церковь Отделена От Государства И От Этого Мира Мы Должны Влиять На Этот Мир Посредством Евангелия Посредством Проповеди Слова Божия Я Думаю Что И Сегодня Многие Люди Если Бы Христос Пришел Вот Так Вот Земным Образом Они Захотели Бы Сделать Его Президентом Страны Президентом Соединенных Штатов Возможно Но Писание Показывает Что Не В Этом Смысл И Мы Не Должны Думать О Том Что У У У У Сделать Христианской Наша Цель Проповедовать Слово Божие И Быть От От Этого Мира И Мы Понимаем Что Весь Этот Мир Он Тонет Он Никаким Образом Не Может Быть Улучшен Он Никаким Образом Не Может Быть Приукрашен Наша Задача Проповедовать И Мы Видим Что Истинная Церковь Она Всегда В Контрасте Она Всегда В Противоположности У Нас Духовное Служение Спасать Людей От Погибели Несколько Ситуализации И Миссионеры Стали Говорить Когда Мы Приезжаем И Проповедуем Мы Должны Проповедовать В контексте Данной Культуры И По сути Это Привело К тому Что Люди Миссионеры Стали Говорить Мы Должны Принять Культуру Этого Народа Мы Должны Показать Что Мы Такие Как И Вы Но Это Противоречит Слову Божьему Мы Не Должны Показывать Что Мы Такие Как Они Мы Должны Показывать Что Они В Погибшем Состоянии И Мы Проповедуя Слово Божие Должны Показывать Этот Великий Контраст Быть В церкви Это Значит Быть Другими Это Не Быть Такими Как Люди В Этом Мире И Вот В этом Как Раз Мы Видим Слово Божие Если Мы Становимся Такие Как Люди В Мире Говорит Сегодня Нам Чтобы Мы Увидели Вот Этот Контраст Мы Увидели Это Отличие От Этого Мира И От Людей Этого Мира Четвертое Основание Которое Я вижу Здесь И Четвертое Основание Мы Находим С вами В 21 Стихе Давайте Прочитаем 21 Стих С того Времени Иисус Начал Открывать Ученикам Своим Что Ему Должно Ити В Иерусалим И много Пострадать От Старейшины Книжник От Старейшины Первосвященников И Книжников И Быть Убиту И В Третий День Воскреснуть Это Великая Истина О Смерти Христа И Его Воскресении Это Великая Победа И Это Основание Церкви Когда Вот Эта Истина О Смерти Христа Это Становится Самая Важная Истина В Церкви Иисуса Христа Мы Видим Что Истинная Церковь Она Сосредоточена Вот На Этой Истине О Триумфе О Кресте И Крест Иисуса Христа В Истинной Церкви Это Не Просто Изображение Какое-то На Стене Это Центр Нашей Проповеди Это Центр Нашего Служения Мы Проповедуем Христа Распятого Мы Один Раз Месяц Совершаем Богослужение Хлебопреломление Указывая На Важность Этой Истины В нашей Жизни И Поэтому Истина О Смерти Христа Это Самая Важная Истина Это Центр Того О чем Мы Проповедуем Мы Читаем Павел Говорит В 10 Главе Римлянам Если Будешь Исповедовать Иисуса Христа Господа И Сердцем Веровать Что Бог Воскресил Его Из Мертвых То Спасешься Знаете Иногда Мы Думаем Что Истина О Смерти И Воскресенье Или То Что Является Сутью Евангелия Это Только То Во Что Должны Неверующие Люди Уверовать И Когда Они В это Уверовали Когда Они Приняли Евангелие Тогда Им Нужно Двигаться Дальше Это Уже Прошедший Этап Им Нужно Углубляться Им Нужно Брать Какие Духовные Истины Чтобы Дальше Двигаться Но Евангелие Это Не Просто Первая Ступень Вот В Этой Лестнице Истины Евангелие По сути Это Есть Сама Лестница Это Не Только Для Неверующих Это Для Нас Сегодня И Писание Говорит Слово О Кресте Это Сила Божия Для Каждого Из нас Когда Мы Думаем Об Этам Мы Должны Сказать Что Вот Эта Истина Которую Говорит Христос Он Начал Открывать Ученикам Своим Чтобы Показать Нам С вами Что Истина О Смерти И Воскресение Христа Должна Быть В Центре Служения Церкви Это Не Просто Как Говорят ABC Или ABV Истины Церкви Это Весь Алфавит Это Ада Я Это Все О чем Церковь Проповедует Оно Все Должно Быть Сосредоточено На Истине О Смерти И Воскресении Иисуса Христа И Поэтому Однажды Уверовав Евангелие Мы Должны Углубляться В Евангелие Мы Должны Позволить Чтобы Евангелие Действовало В нашей Жизни И Это Истина Чтобы Постоянно Была Перед Нами Апостол Павел Так Пишет В первой Главе Колоссином Шестой Стих Слово Благодать Божию В истине Это Должно Быть Нашей Жизнью И С другой Стороны Это Истина Проповеди Это Истина Благовествования Вот Эта Истина Должна Быть В наших Устах Когда Мы Людям Неверующим Говорим Когда Мы Проповедуем Об этом Когда Я летел Сегодня В самолете Мое Место Было Вот В этом Проходе Знаете Эмердженси Эксит Возле Этой Задает Мне Вопрос Обычный Вопрос Который Задается В таких Ситуациях Будете Ли Способны Оказать Помощь В случае Ситуации Эмердженси Я Сказал Да Конечно Если Да Тогда Пожалуйста Сиди И Когда Я Сказал Да Потом Я Стал Думать О том Что Если Вдруг Что Произойдет Я Действительно Готов Тогда Когда Все Будут Выпрыгивать Вот По Трапу Стоять Там Смысли Господь Каждому Из Нас Задает Этот Вопрос Ты Будешь Способен Ты Готов В случае Эмердженси Когда У людей Духовная Гибель Когда Они Умирают Ты Готов Оказывать Помощь Сегодня Для Нас Это Истина Основание Церкви И мы Должны Это Понимать И мы Должны Это Проповедовать Пятое Основание Которое Нахожу Здесь И пятое Основание Это Великое Противостояние Посмотрите 22-23 И мы Читаем Здесь Что После Этих Слов Петр Стал Прекословить Иисусу Христу Он Говорит Будь Милостей В себе Господи Да Не Будет Этого С Тобою И Христос Обратившись Петру Сказал Отойди От меня Сатана Ты Мне Соблазн Потому Что Думаешь Не о том Что Божие Но Что Человеческое В Противостояние Когда Люди В Церкви Они Противятся Греху И Они Противятся Действию Сатаны Посмотрите Петр Начал Противоречить Иисусу Христу Он Стал Говорить Да Не Будет Этого С Тобою Христос Говорит Отойди От Меня Сатана Посмотрите Это Другие Слова Перед Этим Христос Сказал Блажен Ты Симон Ионин А Тут Говорит Отойди От Меня Сатана Что Произошло Почему Это Так Мы Видим Что Все Что Против Воли Божьей Это Программа Сатаны Это Он Действует И В Этой Ситуации Когда Петр Получил Откровение От Христа Что Ему Должно Быть Убит И Распят И В Третий День Воскрес Петр Начинается Противиться Божьему Откровению Он Говорит Да Не Будет Этого С Тобой Господи И Тогда В Этой Ситуации Мы Видим Христос Показывая Что Петр Отверг Волю Божью Он Произносит Вот Эти Слова Отойди От Меня Сатана Он Показывает Петру Ты Теперь На Стороне Сатаны Он Говорит Ты Мне Соблазн Слово Соблазн В греческом Это Камень Преткновения То Камень Которые Запинаются И Христос Говорит Отойди С пути Это Воля Божья Так Должна Ити Церковь Но Ты Становишься Этим Камнем Чтобы Церковь Божья Запиналась Чтобы Она Не Исполняла Волю Божью И Мы Выйдем В этой Ситуации Это Основание Люди В Церкви В Истинной Церкви Они Всегда Должны Противиться Действию Сатаны Они Всегда Должны Противиться Греху Который Возникает Иногда В церкви И мы Должны Так Понимать Это Мы Противимся Против Лжеучителей Против Ложных Доктрин Которые Возникают Мы Противимся Тогда Когда В церкви Люди Живут В грехе И Когда Мы Замечаем Это Мы Должны Противиться Этому Когда Вы Замечаете Что Вашей Церкви Член Церкви Живет В грехе Как Вы Поступаете Что Вы Делаете В этой Ситуации Может Сегодня Как Многие Современные Церкви Вы Скажете Ну Это Не Мое Дело Это Меня Не Касается Господь Сказал Не Судите Это Дело Пастора Пускай Они Замечают Это Не Принцип Церкви Писание Говорит Иисус Христос 18 Главе Матфея Он Сказал Если Ты Видишь Брата Опять Не Послушать Скажи Церкви В церкви Истинной Всегда Должно Быть Противостояние Греху Мы Должны Быть Против Того Когда Сатана Пытается Что-то Своё Делать И Отвергать Откровение Божие И Поэтому Когда Мы Видим Это Когда Мы В церкви Учим Неверно Когда Мы Живем Греховной Жизнью Мы Становимся Этим Камнем Преткновения И Христос Говорит Ты Мне Соблазн Пётр Он Говорит Отойди Ты Не Можешь Ити Этим Путём Ты Не Можешь Поступать Таким Образом Потому Что Ты Принимаешь Программу И Волю Сатаны Поэтому Когда Мы Смотрим На Историю Церкви Вы Помните Первую Апостольскую Церковь Историю Анании Сапфиры Они Оказались В Грехе Они И допустив Грех Писание Говорит Что Они Допустили Мысль Чтобы Сатана Заставил Их Солгать Духу Святому Всякий Раз Когда Вы Совершаете Грех Вы Не Используете Этот Принцип У вас Нет Этого Великого Противостояния Греху И Сатане Вы Идёте Тем же Путём Которым Пошли Анании Сапфира Первое Послание Коринфянам Пятая Глава Павел Пишет Есть Верный Слух Что У вас Появилось Блудодеяние Он Обличает Церковь За грех Который Был Там В церкви В городе Коринфи И мы Должны Точно Так же Понимать Павел Говорит Вам Нужно Плакать Вам Нужно Изъять Из среды Своей Тот Кто Находится В этом Состоянии Как Мы Поступаем Церковь Должна Базироваться На Если Они Живут Греховной Жизнью Если Они Не Понимают Что Святость Должна Проявляться Это Не Может Быть Истинной Церковью Шестой Принцип Который Мы Находим Это Великое Отречение И Посмотрите Об этом Сказано 24 по 26 Стихи Христос Сказал Ученикам Своим Если Кто Хочет Идти За Мною Отвергни Себя И возьми Крест Свой Отрекаются От Эгоистической Жизни Они Желая Быть В Церкви Христа Отказываются Жить Для себя Они Отказываются Жить Для своих Собственных Удовольствий Многие Идут Сегодня В Церковь Чтобы Чувствовать Себя Лучше Чтобы Быть Как-то Ближе К Богу Как Говорят В Америке Чтобы Поднимать Людей Духовно Чтобы Себя Поднять Какой-то Собственной Духовной Самооценки Чтобы Получить Позитивное Мышление Но Это Не Церковь Писание Говорит Что Всякий Кто Будет В Церкви Он Должен Отвергнуть Себя И Это Самоотречение Мы Должны Быть Настолько Верными Слову Божьему Что Готовы Умереть За Слово Божие Так Как Это Было Когда-то В Истории Церкви И Христос Сказал Вы Не Можете Войти В Царстве Если Не Возненавидите Жизни Самою И Мы Видим Это Принцип Это Пример Христа Унижение Христа Послушание Христа Воли Отца И Мы Понимаем Это Не Означает Что Просто Считать Себя Пустым Местом В Глазах Божьих Мы Имеем Важность Мы Имеем Значение Потому Что Он Создал Нас По Образу Своему А Второе Потому Потому Что Он Умер За Нас Мы Имеем Значение И Ценность В глазах Божьих Но Если Мы Желаем Быть В Церкви Отвергнуть Себя Означает Не Быть Сосредоточенным На Себе Не Быть Сосредоточенным На Своей Воле На Своем Удовольствии На Своем Желании Быть Сосредоточенным На Воле Божьей На Том Что Господь Желает Много Говорю О Себе Когда Я Говорю Я Хочу Мне Нужно Я Думаю Я Чувствую Когда Мы Ищем Внимание К Себе Посредством Слов Посредством Действий Даже Посредством Моего Внешнего Вида Когда Я Привлекаю Внимание К Себе Когда В моей Жизни Проявляется Гордость Критика Когда Мы Часто Спорим Это Все Принципы Эгоцентризма Когда Я Часто Обижаюсь Когда Я Раздражаюсь Когда Мне Трудно Исправляться Когда Мне Трудно Принимать Замечания Которые Мне Говорят Когда Я Принимаю Решения В Собственных Интересах Когда Я Не Делаю Это Для Пользы Других Для Дела Божия Когда У меня Есть Жалоба Горечь Когда У меня Есть Желание Похвалы Других Это Все Мой Эгоцентризм Это Говорит О том Что Я Не Принял Этот Принцип У меня Нет Великого Отречения Я Не Совершил То Что Христос Говорит Кто Хочет Идти За Мною Отвергни Себя И возьми Крест Свой И следуй За Мною И Наконец Последнее Что Я Нахожу Здесь Последний Семной Принцип В Истинной Церкви Должно Быть Великое Ожидание Посмотрите В конце Текста Мы Прочитали Христос Говорит Ибо Придет Сын Человеческий Во славе Отца Своего С ангелами Своими И тогда Воздаст Каждому По делам Его В истинной Церкви Люди Ожидают Пришествия Иисуса Христа Это Также Является Важным Моментом Основания Церкви И мы Читаем Что Вы помните Церковь Послание Фессалоникийцам Они Ожидали Пришествия И там Сказано Павел Когда пишет Этой Церкви Он говорит Я благодарю Бога За дело Веры За труд Который Вы совершаете За то Кем Вы являетесь Вы стали Образцом Для всех Верующих А В девятом Стихе Он говорит Вы ожидаете С небес Сына Его Который Воскресил Вас Из мертвых Истинная Церковь Она Устремлена В будущее Она ожидает Пришествия Иисуса Христа Это Блаженное Когда мы ищем Горнего Небесного Там Где Христос Восседает Одесну И Отца Нашего И мы понимаем Что Весь этот мир Это временное Состояние Он однажды Будет уничтожен Однажды Бог создаст Новое небо И новую землю И церковь Туда устремляется Навстречу Своему жениху Навстречу Своему Господу Чтобы там Быть с ним И там Быть Встретившись Господа И мы должны Проверить себя Вы ожидаете Будущего Вы ожидаете Пришествие Иисуса Христа Ваши мысли И ваша цель Жизни Сосредоточена На этом времени Или на будущем Когда Господь Придет Мы находим Вот в этой главе Которой рассмотрели Эти семь принципов И тогда я хочу Еще раз задать вопрос Что является Истинной церковью Это просто здание Это просто ритуал Какой-то Это стиль музыки Какой-то Есть церкви Которые на самом деле Не являются церквями Но Писание Дает нам Эти принципы И Христос Сказал Я создам церковь Мою Христос Создает сегодня Свою церковь И мы сегодня Смотрели Что создание Этой церкви На истинном Исповедании Кто есть Христос На авторитете Священного Писания На духовной Природе церкви Спасения На истине О смерти И воскресения Христа На послушании Нашим Господу На великом Ожидании Пришествия Христа Церковь Создается Из людей И каждый Из нас Желая быть В истинной церкви Должен принимать Эти основания И быть верным Господу Да благословит нас Господь Чтобы мы были В такой церкви Чтобы мы были Такими членами церкви И да будет Прославлен Господь В церкви своей Здесь на земле Аминь В час когда Труба Господня Над землею Прозвучит И настанет Вечно светлая Заря Имена У всех спасенных Переклички Повторит Там по милости Господней Буду я На небесной Перекличке На небесной Перекличке На небесной Перекличке Там по милости Господней Буду я День блаженного Святения Всех убедших По кресте По дворению Поведелем Царя Здесь святых Об этой крови Пролитой Пролитой На кресте Созовет И на зону Кричу я На небесной На небесной Перекличке На небесной Перекличке На небесной Перекличке Там по милости Господней Буду я День блажен День блажен Все Главное День блажен Дай трудиться Для Тебя Господь Любовью Всем Служи Утро хранего и до заката дня. А когда веришь работу мне земною, ты сложись. На небесной перекличке, на небесной перекличке, там по милости и до славней буду я. В 83-м псалме мы читаем такие слова. И птичка находит себе жилье и ласточка гнездо себе, где положить птенцов своих у алтарей твоих, Господи, сил. Царь мой и Бог мой, блаженны живущие в доме твоем, они непрестанно будут восхвалять тебя. Вот в очередной раз семейство брата Ивана и сестры Людмилы решили своего птенчика принести в церковь для благословения. И мы знаем, что когда жизнь Божьих детей посвящается Господу с младенческих лет, с первых дней существования на этой земле, то эта жизнь по праву может быть благословенной. По праву мы можем рассчитывать на Божье присутствие, на Божье руководство нашими детьми, которых посвящаем Господу. Может быть, в других церквях есть другие какие-то ритуалы, в других дегеноминациях есть, может быть, даже необъяснимые какие-то традиции, которые не входят в контекст Евангелия. Но мы придерживаемся тех принципов, которые усматриваем на страницах Священного Писания, чтобы детей своих приносить и посвящать Господу, как бы образно выражаясь, держа своих детей на своих руках, одновременно передавать в руки всесильного Бога, который говорит, «из моей руки никто не похитит». И мы знаем, что это служение в церкви имеет большое значение и приносит благословение в каждой семье. Поэтому мы, вставши, будем молиться вместе с нашими друзьями. Мой Бог, я Тебя благодарен за сегодняшний день, что Ты нам Его даровал. Я Тебя даже благодарен, Господь, за служение прекрасное, которое было сегодня, Господь. Я Тебя благодарен за семью, за жену, за деток. Также я благодарю за это появление лички, Господь. Я прошу Тебя, Ты благослови ее жизнь, благослови ее здоровьем, чтобы она с ранних лет познала Тебя и следовала за Тобой, Господь. А нам, родителям, чтобы мы были светами и примерами, чтобы она следовала за Тобой. Прошу Тебя, Господь, во всем этом. Аминь. Дорогой Иисус, я Тебя благодарю, Господь, за нашу семью, Господь, за то, что Ты мне ее дал, Господь, за моему мужу, Господь, за Ванечку, Господь, благодарю за моих деток, за Катюшу, за Настеньку, за Леечку, Господь, Ты мне послал. Благодарю Тебя, Господь, за то, что она здоровенькая, Господь, полноценная, Господи. Я Тебя благодарю за это, Господи. Также Ты сохраняй ее в дальнейшем пути, Господь, чтобы она была Твоим дитем, Господь. Также нас, родителей, Господь, дать быть примером, Господь, для нее. Слава Тебе за все еще раз, за это служение, Господь, которое Ты послал за этот день прекрасный. Будь во всем прославлен. Аминь. Великий и праведный Господь, мы приносим Тебе благодарность за право, которое Ты нам даруешь, взывать к Тебе в своих молитвах и просить благословения на детей. И мы присоединяемся к молитвам наших друзей и просим, чтобы Ты благословил их дочь Лию и сохранил в Твоих святых руках, даруя полную защиту, безопасность, правильное формирование, полслушание родителям и также страхом Твоим божественным наполни ее сердечко, возрастая, чтобы она была Твоим достоянием для неба. Просим Тебя, Господи, благослови ее, чтобы там вместе с родителями, вместе с церковью Твоею на небесной перекличке услышало свое имя. Мы в этот день посвящаем ее Тебе и доверяем Твои святые руки, как доброму пастору, наставнику и учителю. И через то обетование, которое Ты даруешь всем приходящим Тебе, мы прославляем имя Бога Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Первый и последний куплет «Благословен тот дом». Песня «Благословен тот дом» «Благословен тот дом». Славянский молитв, Славянский молитв, Славянский молитв. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы просили сюда пройти наперед сестру Людмилу Поплавскую Она была представлена некоторое время тому назад как невеста для жениха своего, брат Иосиф тут Ну не постесняйся, пройди рядом, выручи уже Сестра Людмила представляется перед вами как желающая присоединиться к нашей церкви, стать членом поместной церкви Они как жених невеста и в следующую субботу они будут радоваться в другой роли Они будут на собственном бракосочетании первыми приглашенными, да? Жених и невеста Ну первое пригласительное принадлежит вам Тебе, Иосиф, большое спасибо за то, что ты решил жениться Да, и второй подвиг, который ты сделал, уговорил Людмилу стать членом поместной церкви Да, и это правильно, когда муж и жена в одной церкви Мы представляем Людмилу и свидетельствуем о том, что от пресвитера церкви, где она раньше состояла, есть хорошее, доброе свидетельство Мы верим, что это доброе свидетельство продолжится и в ее пребывании в поместной церкви С чем мы и поздравляем и желаем Божьих благословений Служение, которое она выполняла в той церкви, возможно, она сможет выполнить и здесь Трудиться в воскресной школе, петь в хору Это уже как ваше сердце будет расположено А теперь разрешите о вас помолиться, чтобы Господь благословил ваше пребывание в поместной церкви Аминь Вместе помолимся, братья и сестры Господи, мы благодарим за решение сестры Людмилы о том, чтобы присоединиться к поместной церкви Благодарим за то, что ты даруешь ей видение и познание твоей воли стать женой для Иосифа Благослови тот день, когда будет в бракосочетании призываться имя твое и твое благословение на начало их совместной жизни Но теперь просим, Господи, благослови сестру Людмилу полным повиновением в поместной церкви тем принципам, которые соответствуют евангельским истинам и полному повиновению и послушанию Твоему голосу Господи, будь руководителем и будь учителем и наставником для нее, чтобы она в проявление полного послушания голосу Твоему шла тем путем, который Ты укажешь для нее В поместной церкви укажи служение, которое она могла бы выполнить, чтобы не появляться в день Твоего явления без плода Господи, просим, чтобы Ты не спасал все необходимые условия, сил, здоровье и посвященности в том, чтобы и в поместной церкви она была бы полезной, созидающей для славы имени Твоего Святого Аминь Сегодня, 25 мая, 34 года назад, в солнечной Молдавии, город Кишинев, Вячеслав Горьевич сочетался с законным браком с сестрой Галей Галя ушла в гости, или где-то есть она? Нет, но все равно мы продолжим Мы поздравляем его, желаем благословения и милости в их семейной жизни Передайте сестре Гале мое пожелание продолжать любить его и повиноваться ему во всем, как Господу Вячеслав Горьевич, не просто как пастор пастору, а как брат брату, продолжай любить свою жену и не быть к ней суровым Ну и прежде чем Михаил Антонович совершит молитву благодарности и благословения Жаль, что Галя чуть-чуть раньше ушла, для нее этот букет, не для тебя, брату, поископа Передайте наше поздравление Братья и сестры, давайте встанем, мы сесть в церковь и благословим нашего пастора Но перед тем, как мы помолимся, я бы хотел прочитать прекрасные благословения Господней Которые Господь повелевает с высоты небес, чистая глава с 24 стиха Да благословит вас Господь и сохранит вас Да презрит на вас Господь светлым лицом своим и помилует вас Да обратит Господь лицо свое на вас и даст вам мир Это в вашей семье Помолимся Милосердный Господь, мы благодарим и славим тебя, что ты наш великий Бог Иисус Христос, мы поклоняемся тебе Мы прославляем Святое Имя Твое, что ты некогда воистину на Голговском кресте Через великие страдания создал церковь свою, Господь И мы сегодня вместе с тобой радуемся в этой церкви, Господи, на этой земле Знаем и верим, что по твоей благодати мы будем вечности с тобою Господь милосердный, мы благодарим и славим тебя за семью Вячеслава Гуровича За Галину, за детей, за внуков, Господи И просим тебя, чтобы ты продолжал благословлять эту семью, Господь Обильным благословением, которое ты обещаешь с высоты небес Господь, сохраня огради и прославься в этом наш вечный Бог Аминь И поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря Велики и чудны дела Твои, Господи, Божий Вседержитель Праведны и истинны пути Твои, Царь Святых Велики и чудны дела Твои, Господи, Божий Вседержитель Праведны и истинны пути Твои, Царь Святых Праведны и истинны пути Твои, Царь Святых Свят, свят, ты един, свят Господь наш, свят, свят, ты един, свят, свят, свят. Свят, свят, ты един, свят, Господь наш, свят, свят, ты един, свят. Великий и черный, великий и черный, великий и черный, дела Твои. Господи, Боже, Седержитель, правильный и истинный пути Твои, царь святый. Кто не убоится, не прославит Тебя, ибо Ты един, свят. Все народы преклонятся пред Тобой, ибо Ты един, свят, свят, свят. Ты един, свят, Господь наш, свят, свят. Ты един, свят, свят, свят. Ты един, свят, Господь наш, свят, свят. Ты един, свят, 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 свят. Господи, мы приносим Тебе благодарность, славу, поклонение за то, что Ты наш Господь. Господь отвечающий, Господь продолжающий нас миловать и защищающий нас. Даже тогда, когда мы допускаем неверность, тогда, когда в нашей жизни проявляются наши несовершенства, Ты продолжаешь миловать нас, и мы за это благодарим, за это служение, которое Ты прекрасно устроил для нас и даровал нам такую обильную пищу духовную для нашей бессмертной души. Благодарим Тебя. Также благодарим за гостей, которые имеют и материальные затраты, и физические неудобства, но, посетив нашу церковь, принесли нам радость и утешение в том, что Ты наш Бог, объединяющий многих-многих людей на этой планете, которые устремляются прославлять Твое имя и ожидают Твоего явления. Мы благодарим за все это, и мы просим, Господи, благослови нас и последующими желаниями иметь встречи, и выразить то единство, о чем Ты молился Небесному Отцу, чтобы Церковь Твоя была единой. Господи, просим, благослови все нужды Церкви Твоей повсюду, где есть искупленный Твой народ и нуждается в Твоей близости, в Твоем мешательстве, проявлении Твоей милости для исцеления. Господи, будь близок. Мы в своих молитвах благодарим Тебя, что Ты отвечал на эти молитвы, и утешаешь, и взывающих к Тебе Ты отвечаешь. Господи, просим я о семье Агафоновых посети милостью Твоею, пошли Твое исцеление. И теперь при расходе, Господи, благодатью Твоею наполни наши сердца, сопровождая на нашем земном пути, окажи нам милость Твою и присутствие Твое, и будь прославлен в жизни народа Твоего. Наилучшей хвалой, Бог Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Для подробной информации о наших церковных служениях и мероприятиях посетите нас в сети интернета по адресу www.churchofsalvation.org Да благословит Вас Бог! Субтитры создавал DimaTorzok